здравствуйте мы продолжаем проект политическая кухня который вы сейчас смотрите или на сайте слухи и факты или в кабельных сетях компании intercom tell сегодня я алексей машкевич редактор журнала 1000 экземпляров сижу на гостеприимной кухни нольта с моим гостем андреем спиридоновым бывшим членом единой россии видным ивановским твиттерянином и активным участником прошлогоднего белоленточного движения андрей здравствуйте добрый день когда год назад у россиян вдруг проснулась такая протестная активность москвичи пошли на болотную все надели белые ленточки которые путин позже назвал презервативами и вы влились в это движение один чиновник областного правительства рассказывал мне что до этого вы предлагали ему поучаствовать в некой распилочной схеме бюджетно распилочной схеме но вам было отказано вопрос вы пошли в протестное движение потому что этот проект по распилу не удался или была какая-то другая причина но от чистой воды во первых провокация я даже не соображу кто-то которым то вы видите еще три раза мог быть потом вот из моего опыта обычно они предлагают но все равно не получилось да нет почему вот зачем как говорят в одессе зачем вам знать да все получилось но мне не понравилось не понравилось это было причиной того что вы пошли в против но очень отчасти это ну как сказать не не для кого из думающих граждан как нет не секрет что со стороны что-то происходит не то вот у меня есть своя версия происходящего такая несколько конспирологическое я считаю что где-то на рубеже 90-х и нулевых на территории россии потерпел катастрофу корабль на пунете и они собирались видимо захватить и поработить землю но поскольку корабль разбился у них ресурсов не хватило на это и россия тем не менее как бы намерение то осталось россия оказалась наименее наиболее уязвимы но я думаю об этом лучше поговорить в какой-то другой программе в медицинской может быть я не знаю или в научных фантастических а зря вы так потому что иначе вот это сложно объяснить ну тем не менее вернемся к политике на вашей аватарке в твиттере до сих пор висит вот этот белый то ли ленточка то ли презерватив да хватит уже это лет я это путин на ваш взгляд в чем суть белоленточного движения в провинции вот не в москве где все более-менее мне было понятно а в провинции ну опять таки интересный вопрос а почему не спросить а чего год прошел от еленочку все никак не снимешь это был бы более уместным но это лень может быть просто почему вот что 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 вы добива чего вы добивались год назад ну во первых никакого движения в провинции нет ты это как бы не секрет ни для кого то есть есть может я не знаю десятка полтора-два людей которые некоторым не все равно и все движение нет реально вся движуха москве и ясно а вот такой то вопрос не кажется ли вам что интернет который вот объединил вас в том числе и в иванове да вот эти вот там движуха в твиттере в социальных сетях он сыграл с вами в провинции в москве злую шутку такую то есть с одной стороны он вас объединил а с другой стороны увел вас куда-то в троллинг единой россии там еще куда-то а в иванове это вообще получилось что тот же пахомов с ильюшкина вас еще здесь и перетроллили нет такого ощущения во первых ощущение что нас перетроллили нет во вторых но еще в свое время когда я был в партии единой россии и бурматов приезжал на медиафорум он сказал что да интернет отличная среда для канализации протеста отличная фраза то есть вас туда и слили так как сказать ну что значит слили мышь на улице все равно выходим мы каждый закончим передачу выйдем на улицу и каждое 31 число на площади революции сейчас там даже согласуют пикеты и митинги совсем перестали за людей считать но вот вы 6 мая этого года опять поехали на болотное зачем ну был там на болотный старичок а у него на спине был плакат выйти бессмысленно не выйти безнравственно вот я под этим подписываюсь и зачем с инопланетянами тоже сложно воевать они же практически ничем не отличаются от нормальных людей вот это нельзя им объявить войну там нельзя начать даже войну гражданскую они же такие же как мы на вид вот но что-то делать надо поэтому и выходим на болотно в частности на болотно а вот рассказываем людям что к чему стране ну вот с рассказами как-то пока тяжело вот не слышал пока хорошо а вы считаете себя оппозиционером ну наверное да оппозиционером то есть оппозиционером чему то есть можно быть там оппозиционером чему-то кроме я еще вопрос просто тогда по-другому задам вопрос вы были членом единой россии потом вы из нее вышли то есть вы оппозиционер я так понимаю единой россии а почему вы не вступили ни в одну из организованных политических партий не примкнули никакому политическому движению ну как сказать я ведь нет ни по политическим каким-то там мотивам единую россию 100 но это мы обсудили это потому что там бюджет пилить было скучно нет дело даже не в этом просто но вот как сказать интересно находиться среди какой-то движухи да вот на тот момент вся движуха вообще все что в стране делалось было в рамках единой россии все остальное было как-то мелко нет несущественно интересно вот мне хотелось как-то в этом котле повариться вот я тоже в общем думал тогда что не все стране хорошо но другого способа с этим что-то сделать кроме как попасть в эпицентр я тогда не видел вот изнутри все смотрелось несколько по-другому причем чем дальше в лес тем толще были партизаны в какой-то момент там количество поступающей информации переросло в качество вот опять таки изнутри видно что ну системно это партия немногим отличаются пресловутая единая россия тем более что вся вся эта команда у нас финансируется как известно из федерального бюджета посту платят причем по слухам это законе прописаны все парламентские партии у нас финансируется бюджет они парламентские вас тоже не привлекаются вот и сейчас к платформу ты сейчас народилась 172 партии моча я туда пойду я же не хочу быть депутатом я стремлюсь не к власти к свободе вот буду я более свободен если я вступлю в какую-то партию или нет ну вот уж раз речь зашла о власти год назад в интервью журнала тысячи экземпляров вы сказали цитируя выборы прошли лозунг за честные выборы устарел новый лозунг за честную власть в этом году вы были опять активным наблюдателем на выборах у меня в связи с этим два вопроса первый за прошедший год власть стала честнее по-вашему да нет там статус-ква сохранился все как было так есть то есть ничего не измени большой но есть некоторые технологические инновации в части проведения выбора я про власть потому что про выборы второй вопрос выбора образца 13 года они честнее и чище чем выбора образца 12 опять-таки хороший вопрос вот в тринадцатом году например на моем участке победил можно сказать оппозиционный кандидат причем победил в чистую соотношение три к одному то есть все все попытки как-то повлиять на ход процесса были пресечены наблюдателями хотя попыток этих было предостаточно все они у меня живом журнале написать не только в живом журнале и ваша запись разошлась так широко по интернету да 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 а что дальше вот получается вы вякнули так громко на ваш взгляд на вас много почитали дальше мы пошли в суд вы отстаиваете правоту чисто чистоту этих самых выборов ну в суд надо ну во первых идите в суд это уже мем практически да как владимир владимирович сказал идите в суд вот это равносильно отправить я не знаю там на какие буквы вот это во первых во вторых если в суд идти надо же иметь доказательства на руках вот все доказательства ну как нет чего в суд идти на моем участке все все хорошо а вот что называется враг не прошел вот если бы допустим ну вот так же подготовленные наблюдатели были на других участках возможно там результат выборов был бы и другим а может быть и нет я не знаю я там никому фонарь не держал вот ну есть у нас еще один активист движение наблюдателей ира мальцева которая судится и суды выигрывает ну что имея факты так что мы тоже не сидим сложа руки что можем делаем ну вот в сентябре у нас пройдут снова выборы в областную думу теперь уже да как ваш прогноз как теперь уже специалиста по выбранному процессу они будут чище или грязнее по и рубка будет еще то рубка будет ясно я про чистоту смогут сможете вы обеспечить честные выборы не вы лично а вот неравнодушные наблюдать думаю нет ну просто неравнодушных должно быть много у нас 776 участков области вот нужно как минимум 776 человек а лучше умножить эту цифру на 3 потому что есть еще выездное голосование да и пообедать надо сходить вот поэтому на каждом участке должно быть три человека который мне все равно вот они административно зависимые комиссии которые все равно там примут жалобу которая допустим аннулирует неправильные результаты выборов там еще что какие-то другие нарушения вот не системная не не системная позиция такими ресурсами не располагаешь своими людьми закрыть все участки мы попытаемся что-то сделать чтобы хотя бы там собственная совесть было чисто на моем участке все хорошо все чисто закон слава богу соблюден что получится в итоге не знаю пока ранга ну что ж на этой пессимистической в общем-то ноте я предлагаю закончить спасибо андрей перетача заканчивается напомню что у нас в гостях был андрей спиридонов предприниматель наблюдающий за выборами гражданский актив гражданский активист спасибо а я алексей маркевич с вами прощаюсь до свидания нашего гостя вы еще увидите в программе по скрипту кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в ноль ты кухен улица октябрьская 12 я призываю всех кому не все равно что в стране происходит все же как-то к выборам осенью отнестись серьезно и найти способ связаться допустим со мной или с виталием аверином или с кем-нибудь еще из засветившихся на выборах персон чтобы принять участие в качестве наблюдателей там представителей средств массовой информации еще как вот я научу что и как приходите мы поможем научим давайте вместе что-то изменим к лучшему все спасибо и Субтитры подогнал «Симон»